Всем привет, у микрофона Антик, мы продолжаем знакомиться с различными стратегиями и сегодня посмотрим на закрытую бету Disciples Liberation. Надо сказать, что игра в чём-то похожа, но во многом не похожа на игры серии Disciples, в принципе её и не назвали о четвёртой части, так что наверное стоит её воспринимать как отдельную игру. Но действие происходит всё в такой же вселенной мрачного фэнтези и сегодня мы посмотрим на геймплей. Опять же оговорюсь, что это закрытая бета, это не демо-версия, которая сейчас распространяется в стиме, игра выходит уже 21 октября, ну а русскую локализацию обещали добавить только 18 ноября. Причём будет русская озвучка, так что я всё-таки бы подождал русской озвучки, пусть придётся ждать где-то 4 недели после выхода игры, но что поделать. Итак, давайте смотреть. Вы возвращаетесь в канализацию под церковью Святого Дарчильда. Ваш лучший друг Орион спит. Если бы не храп, можно было бы легко принять его за мёртвого. Ори, ты в порядке? Что? Я... О, это ты, Ави. Я подумал, что это стражник. Даже не знаю, что хуже, твой храп или это вонь. Как ты вообще можешь тут спать? Я могу спать и выпивать где угодно. Это дар. А который час? Уже почти полночь. Почти все длани ушли. Их осталось всего трое. Больше не видела. Итак, как мы будем это делать? Тут нам рассказывают, что большая часть игры отведена на отыгрывание роли, то есть у нас будут геологи, у нас будут реплики, и от наших реплик, от наших решений будет зависеть сюжет. Ну, убивать священника. У меня есть вопросы. Сейчас мы будем помаленечку вникать в сюжет. Сначала я хочу всё обсудить. Конечно. Кто этот священник? Что мы знаем об этом священнике? Дай-ка подумать. Орион достаёт контракт и громко зачитывает. Себастьян, враг вуале и империи, увёл с собой императорских гвардейцев и ок... Оку... Вы тянь, есть вперёд, чтобы взглянуть. Оккупировал. Точно. Увёл с собой императорских гвардейцев и оккупировал церковь святого Дарчильда. Действительно настоящий злодей. Напомни, что у нас за работа. Давай обсудим всё, что нам уже известно. Мы наёмники. А я твой лучший друг Орион. Не смешно, Ори. Ну хорошо, прости. Но что тут сказать-то? Я знаю лишь то, что за убийство священника нам заплатят больше, чем мы заработаем за всю жизнь. И теперь мы осиживаемся в канализации под его церквушкой, пока не заснёт стража. А что бы сделал ты? Планы всегда придумываю я, так что ничего плохого не случится. Если это хоть раз сделаешь ты. Мой план прост. Ты ведёшь, а я следую за тобой. Я придерживаюсь этого плана ещё с детства, и ни разу не пожалел об этом. Вы смотрите на него так, как уже смотрели много раз до этого. Ладно, ладно. Ну, я могу отвлечь стражников, чтобы ты добралась до священника. Пока это всё. Есть только один способ сделать всё правильно. Согласен, я тебя слушаю. Так, снова делаем выбор. То есть у нас такой злой вариант «убьём всех». Либо же добрый вариант «действуем скрытно, убьём только его». Либо же такой неожиданный вариант «воспользуемся твоим планом». Так, давайте попробуем вот так вот. Убьём всех. Мы знаем, что церковь Святого Дарчильда всегда под охраной, даже ночью. Придётся войти туда и всех убить. Просто я думаю, что если всех убивать, то будет больше опыта, так что... В контракте ничего не говорилось о стражниках. Если нас увидят, Империя объявит на нас охоту и на наши семьи. Ория, мы не имеем права на ошибку. Мы знаем Орияна достаточно давно, как и то, о чём он действительно думает. Что-то ты нервничаешь. Мы выполнили много контрактов, но убийство... Но убийство никогда не даётся легко. Вот я и нервничаю. А что насчёт тебя? Так... Конечно же я нервничаю. Ты меня знаешь, но если сейчас мы откажемся, то следующую награду назначат уже за наши головы. В любом случае, священник не желез. Верно. Итак, мы идём туда, убиваем священника, стражников и вообще всех свидетелей, а затем уходим. Всё просто. Всё просто. Ну что ж, в принципе, кому неинтересен сюжет, вы можете проматывать вперёд. Я буду иногда зачитывать, что происходит. И начинается геймплей. Наша задача найти священника. Интересно, что в этой игре перемещение по карте реализовано прямо как в Кингс Баунти. В первой части именно та, что от Катаури. То есть, помните там, когда герой шёл в пещеру или в подвал, он спешивался. Но вообще по карте мы будем на лошади гонять. Итак, давайте познакомимся с нашими персонажами. Это у нас экран снаряжения. Опять же, стандартно для РПГ это все параметры персонажа. Я их, конечно, зачитывать не буду. Просто посмотрите. Тут у нас экипировка. Короткий меч наёмника. Сила атаки плюс 7. Хорошо. Дальше, значит, у нас имеется книга заклинаний. Пока что она пуста, потому что она будет искать свитки, их читать и заклинания изучать. А школы магии тут разные. Ратные, сумеречные заклинания, божественные, первородные и нечестивые. Далее, значит, параметры. Тут указано, от чего мы получаем те или иные параметры. Панталоны, наёмник, это у нас экипировка. Сила, ловкость, телосложение и интеллект. Это у нас уже глобальные ресурсы, за которыми мы будем строить в замке нашим разные здания. Мы их получим позже. Дальше. Это у нас стандартный журнал, куда записываются квесты. Тут можно опять же их почитать. Видите, ещё русская локализация не до конца закончена. Тут у нас указываются отношения с разными фракциями. То есть в игре 4 фракции. Это империя, эльфийский альянс, нежить и легионы проклятых. То есть демоны. И далее у нас бойцы. Бойцы это наш отряд. То есть у нас пока что из бойцов только 2 персонажа. Называются спутники. То есть мы их встречаем по ходу игры. И потом они на сюжет как-то влияют. Также имеются ещё обычные бойцы. Это типа мечники, драконы, демоны всякие. Мы их будем уже потом нанимать. Так, с тем это у нас просто параметры настройки игры. Всё, идём дальше. Значит мы встречаем нашу первую угрозу. Это у нас войско империй. Пойдём в бой. Нечистые. От его взора не укрыться. Итак, мы можем поменять расстановку. Но я этого делать не буду. Меня всё устраивает. Значит у нас имеется второй персонаж. Второй спутник. У него тоже свои параметры и своё снаряжение. В бой. Значит бои в этой игре в принципе стандартные тактические. Как где-нибудь в Героях Меча и Магии. Или опять же в King's Bounty. Или в Disciples части 3. И тут нам рассказывают про очки действия. Некоторые из них можно потратить на перемещение. Некоторые на использование умений. Некоторые на то или другое. В принципе тоже механика. Не новая. Я подожду конца раунда. Чтобы наши враги подошли поближе. Можно их рассмотреть. Итак. Подходим ближе. И применяем умение номер 2. Это у нас рассекающий удар. Так. Дальше ты у нас идёшь в инвиз. И подходишь сзади. Всё. Он уже атаковать не сможет. Потому что он уже потратил 2 очка действия. Начиная со второй раунд. И мы можем вот этого побить. В принципе. Мы уже наложили уныние. То есть минус к боевому духу. Значит мы имеем бонус окружения. Вот для этого персонажа. Насколько я понимаю. Да. Да. В окружении. Бонус к силе атаки. Хорошо. Дальше мы пропускаем ход. Потому что уже только очка действия осталась на перемещение. Так. Тап. И бьём из инвиза. Это больше урона. Отлично. Прям насмерть. Повезло. Идём сюда. Хорошо. Удар щитом. Так. Меня интересует вот эта штука. У нас мотивация. Плюс к боевому духу. Хорошо. Значит. По поводу заклинаний. Пока что у нас книга магии опять же пуста. Поэтому заклинаний каких нет. Пресса ждать. Просто бьём. И значит смотрите. У неё хп уже уменьшено. Но осталось одно очко действия. Которое я сейчас не потрачу. На перемещение. Поэтому я просто заканчиваю ход. И она маленько. Хп восстановит. 56. Дальше ты у нас просто бьёшь видимо. У тебя вот нету да уже. На кд. Любопытно. Так. Это у нас ослабление. Минус 15% к силе атаки. Хорошо. Минус к сопротивлениям. Ещё раз ударим. И просто добиваем. Вот. Можно в принципе вообще просто пропустить ход. Чтобы это. Восстановить хп. По большим. Но ты просто одним ударом добьёшь. Можно опять же. Если бы было много хп. То можно было бы уйти в инвиз. И опять же из инвиза больше урона нанести. Сейчас смысла этого делать не было. Просто показал. Значит так. Бой закончен. Мы получили опыт. Мы получили золото. Похоже местные канализации не так уж безопасны. Будем пробиваться с боем. Как и планировали. Да. Так. Новые заклинания. Да. Это интересно. Ну-ка подождите. Оно не первородное. У нас лечение. 25% от максимального количества очков здоровья. Дается ли регенерация. Прекрасно. Идём дальше. А тут мы встречаем фонтанги. Можно будет опять же пополнить здоровье. У нас здоровья так полно. Так. Мы открыли решетку. Тут у нас уже тупик. То есть дальше уже не пройти. Так. Я второй раз нажал речу. Понятно. Маленько сейчас было. Да. Второй раз нажал. Случайном. И вот. В принципе в этой игре можно как и опять же в Kings Bounty 1 отводить врагов. Так вот. Отманивать их. Можно пройти по стелсу. То есть можно вообще его обойти. Где-то там вот. По дорожкам. Но мы в принципе этим заниматься не будем наверное. Мы всё равно к нему вернёмся и убьём. Сейчас мы пойдём вот туда вот. Тут я уже бывал. Маленько побегал. Чтоб понимать о чём рассказывать. Вот у нас ещё один враг. Это у нас прислужники нежики. Погнали в бой. Они охраняют сундук. Можно отступить. Опять же подготовиться к бою. Ну я уже готов. Ждём. Какие-то... Да, это зомби. Странное у него лицо. Как будто это не зомби, а какой-то... Рыба-человек, да? Амфибия. Что-то мне напоминает. Ладно, давай в навес тогда. В навес и занимай позицию. Тут вот. Ты видишь меня? Я пойду. Камера постоянно следует за персонажами. От этого никак не избавиться. По крайней мере, я в настройках что-то не нашёл. Так, давайте рассекающий удар. Раунд два. Прекрасно. Ещё разок. Да, нежить будет страдать от кровотечения, видимо. Куда уже без этого. Минус к боевому духу. Опять же, у нежики. Я это комментировать не буду. Так, ну в принципе, можно от этого убить. Что нас останавливает? Отходить я не буду. В принципе. Вонючая отрыжка. Не добили мы его, да? Я думал, что его прикончит, но... Не добило. Такое тоже бывает. Хорошо, идём сюда тогда. Ты просто, наверное, постоишь. Можно было опять же магию применить. Так, сейчас мне интересно. У нас окружение работает только когда... Нет, видите, уже бонуса нет. То есть, надо было сюда подойти. Хорошо. Маленько я растянул бой. Но ничего. Так, магия. Ну, в принципе, то же самое лечение. Что и пропуск хода. Хорошо. Забираем сундук. Новое снаряжение. Меч пропавшего какого-то. Сейчас посмотрим. Вот у нас очки здоровья плюс 7. Замечательно. Берём вот этот меч. Так, у нас класс наёмник. По поводу второго персонажа. Сила-таки плюс 7, да? Ловкость плюс 1. Ну, в принципе, этому ловкость нужна. Ловкость у нас влияет на крит. Так что я... Не буду ничего с ним делать. Всё, идём дальше. Так, где-то мой стражник-то был, который... От которого мы сбежали. Надо его найти. И по нашему плану всех убить. Там уже новый юнит доходится. Так, ожидаем, ожидаем. Фанатик. Так, хорошо, они встали, в принципе. Фанатик у нас какой-то маг. Тип магии, да. Опять же, особенность в том, что в этой игре нет зоны контроля. Как в некоторых других. Кадуай в инвиз. Вообще, конечно, по правилам, первого-то надо фанатика убивать. Но мы его не сможем окружить. Ммм, да. Так что давайте этого первого убьём. Раз уж так сложилось. Так, замечательно. Хорошо. Занимаем позицию. Этот бой будет быстрый. Пошла в ход магия. Не буду я уже лечиться, просто побыстрее его убью. Чтобы не затягивать, опять же. Слишком долго получается. Давай, бей. И это конец. Потихонечку качаемся. Уже почти что половина уровня у нас завершена. Тут пока что дверь закрыта. Кольчуга. Кольчуга. Давайте посмотрим. Так, кольчуга вот туда. У нас больше параметров. Берём. Всё, хорош. Предметы вроде бы рандомные выпадают. Каждый раз разные. Не знаю, опять же, как в демке. У демо-версии, которая в стиме, там версия повыше, чем вот эта вот. Закрытая бета. Так что всякое может быть. Так, но фонтан нам, в общем-то, не нужен особо-то. Похоже, что мы его нашли, да? Себастин. Себастин, старый священник из церкви Святого Дарчильда. Поднимает на вас взгляд. Он перебирает детскую одежду. Она выглядит чистой и качественной, и отмечена на отправку в детские приюты города. Он не похож на чудовище, каким описано в вашем контракте. Хотя рычит он сердито. Крыса, которая крылась по канализации, явила себя. Так, за твою голову назначена награда. Кое-кто хочет убить тебя, кто бы это ни был, платит он щедро. Очень щедро. Священник жестом указывает в темноту, появляются стражники, вы окружены. Конечно, и ты пришла меня предупредить? Нет, я пришла взглянуть тебе в глаза перед тем, как выполнить контракт. Если не я, то это сделает кто-то другой. Надеюсь, ты честно не только на словах, но и в бою. Так, вы угодили в ловушку. Если вы собираетесь обнажить клинок, то сейчас самое время. Вот, против нас куча солдат. Итак, что мы имеем? Значит, формирование отряда состоит из передового отряда и плюс тыл. В частности, сейчас у врага у нас 4 бойца в переднем ряду и в тылу священник. То есть, мы его атаковать не можем, он будет на поддержке. Наша задача просто прикончить вот этот ряд, который на передовой. Это у нас, опять же, разные элементы на карте. Можно восстановить хп. Мы просто подождем. Наша задача не убить всех, просто надо продержаться не менее 3 раундов. Так что мы это с легкостью осуществим. Так, паладины у нас бафаются. Хорошо, понятно. Ты умрешь. Да, опять же, не хватает ускорения анимации. Я был, смотри, посмотреть там. Такая штука будет или нет, игра. Пока что такого нет, по-моему, да? Просто управление, видео. Все у нас хорошо. Так, что у нас в интерфейсе было? Цифры урона, шкалу здоровья. Да, шкалу здоровья можно скрывать, можно показывать. Я пока что ухожу в инвиз. И пока, наверное, мы встанем. Так, если сюда, потом она сюда отойдет. Отойдет, получается, да? Сюда вот встану. На будущее. Так. Давайте. Пропускаешь ход. Пропускаешь ход. Так, что персонаж серу у нас в инвизе. Его никто не ударит. Я надеюсь. Там какой-то новый эффект. Надо будет про него прочитать. Это просто не добегает. Прекрасно. Так, что за эффект-то провокация? Ясно. Была такая неприятная штука. Давай сюда. Бей. Насмерть, да? Фига себе. Силач. Ну, в принципе, мы уже продержались как бы несколько раундов. Тут, в серии, есть такое место, как кладбище. То есть, воинов мы туда отправляем. Туда могут отправиться наши воины. Мы их можем возродить до конца боя. Если мы их до конца боя не возродим из кладбища, то они там навсегда и останутся. А все, она уже веки сама бьет. То есть, я уже ее не контролирую, потому что там была провокация. Такие дела. Ну и все, в общем-то, битва уже, наверное, заканчивается на этом, да? Потому что раунд четыре впереди. Добить они ее не успевают. Будем считать, что это честная победа. Ори, тут что-то не так. Да уж, мы проигрываем. Все как в тумане. Вплоть до кончиков пальцев вашу правую руку пронзает острая боль. Она так сильна, что вам кажется, что ваше плоть сейчас разорвется. И это случилось. Помогите. Из вашей плоти кружа вырывается тьма, похожая на черную жемчужину. В ней вы видите абсолютную ночь, а ночь видит вас. Венец из раскаленного света с треском вырывается из пустоты. Невозможно! Назад, глупцы! Все назад! Это портал! Давай, вперед! Вы и Орион прыгаете в душную пустоту и тут же растворяетесь в ней, словно вас поглотило целиком. Портал позади вас закрывается, не оставив после себя ничего, кроме черных шрамов на каменном полу и ужаса в сердцах окружающих. Вот такие дела. После разрыва космической материи вас выбрасывают куда-то вперед. Нога смертного никогда не ступала на эту землю, и глаза человека не видели этих вековых стен. Бескрайние, древние, эти владения ждали, когда их найдут. И этот момент настал. Это ваш истинный дом. Хорошо, собственно, мы попадаем в замок, который надо будет отстраивать. Это уже такой стратегический элемент. Орион следует за вами в забытый город. У его ворот вы видите слово, начертанное на чужом языке. Так, мы получили ресурсы. Некоторые. И вы можете его прочитать. Ильян. Вы точно знаете, что это значит. Город святых ангелов. Хотя раньше не понимали этот язык. Место какое-то заброшенное и древнее. Наверное, гномы построили. Это место еще старше. Оно еще старше. Взгляни на камень. Его не точили, а словно достали из земных недр. И эти символы похожи на символы на моем доспехе. Ави, какой еще пояс? Да ты только что проделала дыру в мироздании. И теперь мы в каком-то затерянном городе. Прости. Ты уже делала что-то подобное, но давно, когда мы были еще детьми. Я тогда испугался. Знаю. Раньше я не могла это контролировать, но теперь все по-другому. Ори, меня не погибает чувство, что это судьба. Вы продолжаете идти. И слово судьба крутится у вас в голове. Давай немного осмотримся. Только будь начеку. Это место выглядит заброшенным, но это не значит, что мы одни. Пока вы изучаете местность, в вашей голове проносятся разные мысли. Вы понимаете, что когда-то на месте этих руин стояли дома, рынки и кузницы. Должно быть когда-то здесь было красиво. Итак, мы видим, что тут все пусто. Вообще, я видел в демке вроде как уже какие-то готовые здания стоят, чтобы продемонстрировать геймплей. Но вот в этой закрытой бете никаких зданий нет. Сейчас здесь только замок. Хорошо. Мы еще, видите, получаем свитки заклинаний. Пока что давайте в замок. В замке вам доступны следующие действия. Поговорить, новые заклинания и так далее. Так, хорошо. Проходит несколько недель. Вы неустанно тренируетесь во внутренних двориках и павильонах. Медленно, но верно оттачивая свою силу. По ночам вам не спалось. И вы проводили эти бессонные часы. За исследованием замка и окрестностей. Этой ночью Орион проследовал за вами к огромному зданию, возвышающемуся над запустением этой забытой земли. Внутри вы находите огромный зал, посреди которого стоит каменный стол. А на нем знакомое зрелище. Смотри, карта Невандаара. Но если она точна, то этот город находится в центре мира. Как так вышло, что никто не нашел это место? Вы смотрите сверху вниз на огромную карту Невандаара. И думаете о том, чем был этот старый замок или чем он может стать. Слушай, Ави, когда мы попали сюда в первый раз, ты сказала кое-что, что с тех пор каждую ночь всплывает у меня в голове. У городских врат, ты сказала, это судьба. Что же у нас за судьба? Знаю, что прозвучит безумно. Знаю, это прозвучит безумно, Ория. Но когда эта сила пульсировала во мне, мне казалось, будто я вижу это место. Словно она тянула нас сюда. Знаешь, было бы неплохо для разнообразия найти место, которое действительно хочет, чтобы мы в нем находились. Мы тут едва перебиваемся. От одного дешевого контракта до другого. А теперь застрялись здесь. Вода и еда на исходе. Да, но ты практикуешься в использовании своей силы. Скоро наступит день, когда ты сможешь ее контролировать. И мы выберемся отсюда. Или останемся здесь. Это место могло бы стать домом, о котором мы всегда мечтали. Да, над ним нужно немного поработать, зато представив, во что его можно превратить. Ория наглядывается, осматривая коридор. Да, словно говорит он сам себе и кладет руки на бедра. На чьи бедра? Вполне подойдет. Хорошо. Хорошо? Да, отлично, но империя будет искать нас. Они всегда находят то, что ищут даже здесь. Тогда мы найдем защитников, а значит нам понадобятся союзники. И деньги. А еще Эль. Много Эля. Эй, ты меня уже убедил, а когда начинаем? Вы привлекаете его внимание к карте. Если действовать с умом, любая раса Невендара может стать сильным союзником. Ну, с кого начать? Хорошо, дальше мы будем сейчас интересоваться про разные фракции. То есть, про демонов, про нежить и так далее. Как насчет нечестивых легионов? Империя хочет нашей смерти, оно и понятно. Так что мы можем отправиться к их врагам, легионам проклятых. Никогда не видел демонов вживую. Наверное, этого они и хотели. В Иврике они принимают лишь чужаков. И если нам нужны союзники, нам стоит начать именно там. Поверить не могу, что мы действительно это делаем. Так, что ты думаешь об ордах? Империя никогда бы не ожидала нашего союзника с нежитью. Что скажешь? Ави, королева черепов, тебе идет. Меня называли и похуже. Вся нежить почитает свою богиню Мортис превыше всего. Но если мы найдем способ как-то перетянуть их на свою сторону, из них может выйти грозный союзник. Если эта карта верна, Сиролесе достаточно далеко, чтобы вы могли добраться туда незамеченными. Говорят, некроманты Мортис когда-то называли тамошние леса своим домом. В общем, наверное, будем мы сейчас читать про все расы подробно. Просто они рассказывают, где они живут, чем питаются, как размножаются. Я приняла решение. Я предложу упражняться в использовании своей силы. И когда она будет готова, мы направимся в... Мы получаем уровень 2. Так, очки способностей. Хорошо. Да, у нас уже открылась дерево способностей. Сейчас посмотрим. Пока у нас, видите, нейтралитет. Но нам предлагают выбрать фракцию. Окей. Значит, нам представлено 4 локации. Тут еще написано сложность. То есть... Видимо, от выбора фракции зависит сложность начальной игры. Нет, это просто сложность локации, да? Сюда будет самый хардкор. Видимо, идти. Значит так, Эврик это у нас гемоны. Дальше. Вдовья равнины. Это у нас империя. Империя. То есть среди имперцев тоже можно найти союзников. Хотя империя против нас. Белые земли это у нас эльфы. Ну и тут у нас нежить. Белые земли, да? Сейчас мы еще вернемся в замок. До конца там все рассмотреть. Вы слышали историю о ветрах, что могут одним порывом заморозить смертного и разбить его на мелкие кусочки. О лавинах, что не прекращаются неделями. Тем неожиданнее и приятнее оказаться здесь, в бескрайней цветущей долине. Слушай, Ори, ты уверен, что это белые земли? Есть у меня подозрение, что мы где-то свернули не туда. Это пустые поля, а белые земли вон там. Орион театрально указывает наверх на облигенелую скалу и заснеженные вершины, попирающие облака. Что это за место? Я знаю, что эти горы принадлежали гномему королю, стурмирую громовому молоту. Но это нам вряд ли поможет. Гномы называли эту гору Гехальтерат. Войска Голиана взяли ее приступом и добили тех немногих, кто пережил нападение Мортис. Они оселись здесь, заняв крепости мертвецов. Мне очень-то весело. Не то слово. А где, собственно, эльфы? Учитывая, что это одна из немногих известных эльфийских твердынь, я ожидала, что тут будет, как бы, так сказать, больше эльфов. То, что мы их не видим, не значит, что они не прячутся где-то поблизости, наблюдая за нами. Мы знаем, кто их предводитель? Не знаешь, что тут у эльфов заглавного? До меня доходили слухи, есть одна старая-престарая история о принцессе, совсем еще ребенке, которой поклоняются эльфы. Но я не знаю, как устроены эльфы. Разве они не рождаются уже взрослыми? Начнем подъем. Никакого союза не выйдет, пока эльфы сидят на вершине. А мы топчемся внизу. Давай подниматься. Окей. Так, тут нам рассказывают про портал, чтобы вернуться опять же в замок. Первый чертеж, что у нас в чертеже строения, видимо, да? Да, можно строить различные здания. За ресурсами и золотом. И там можно будет нанимать новых бойцов. Хорошо. Как я уже и говорил, мы перемещаемся по карте на такой вот лошадке. Но пока что я не пойду вперед, я просто перемещусь обратно в замок, чтобы до конца его изучить. Значит, смотрите, что еще можно делать в замке. Со спутниками мы уже поговорили. Можно обучить спутников. Второй предел. Посмотрим. Так, изучить заклинание. Вот. Остребляющий заряд. Так, чувствую космическую энергию. Нанося божественный нечистивый урон. Давайте изучим. Да, изучение стоит, видите, золото. У нас 5500, так что могу себе позволить. Хорошо. Дальше. Это у нас, значит, бафы. И нечистивое заклинание, призыв малого демона. Что интересно, чтобы его призвать, нужно, чтобы кто-то был на поле боя в растерянности или горел. То есть просто так не призовешь. Все замечательно. Далее, собрать ресурсы. У нас пока что нечего собирать ресурсы, то есть никаких шахт нет. Так что с этим мы подождем. Дальше. Способности. Вот у нас в виде дерева стало доступно. Да, за каждый полученный уровень вам дается очко способностей. У нас три дерева, то есть бой, нефилим или магия. По сути, это, наверное, классы. Как бы. Итак, читать это дерево стоит снизу вверх. То есть вот у нас первая ступень. Бой, нефилим, магия. Ну что ж, в ветке войны у нас тут броня. Запас здоровья. Шанс уклониться от атаки. Усиление атак и так далее. В ветке нефилима тут у нас усиление отрядов. Тут можно усиливать разные армии. То есть для нежики отдельная ветка, для демонов отдельная, для эльфов отдельная и так далее. Давайте, например, плюс 2% к божественной силе и нечистивой силе. В качестве эксперимента. Дальше, в ветке мага у нас тут магия. Как ни странно, доступ к новому уровню заклинаний и так далее. Можно, видите, вернуть, но за 1000 золота. Это хорошо. Итак, далее. Смотрим, что у нас тут по поводу построек. По поводу построек у нас пока что нет чертежа. Какой чертеж мы получили, пока непонятно. Вот видите, можно уже будет нанимать солдат, паладина, жрица. Это у нас для империи, да? Так, эльфийский альянс. Вот у нас дерево маны. То есть мы пошли к эльфам. Получается, мы можем эльфов нанимать. Воин гиких эльфов. Ближний бой. Черный страж тоже ближний бой. Со счетом, видимо. Танк. Это у нас урон, а это танк. Это у нас стрелок, снайпер. Хорошо, строим. Древо маны. Прекрасно. Уже возведенные постройки можно не только улучшать, но и заменять. При замене одной постройки на другую она не будет уничтожена. Наоборот, она будет сохранена на случай, если вы захотите восстановить ее в будущем. Все это требует ресурсов. Экспериментируйте. Хорошо. Идем сюда. Нанять бойцов. За 500. Опять же требования к лидерству. Уровень бойца не может превышать текущий уровень авианы. Видите, можно его в гарнизоне оставить, чтобы если нападут, то... Замок кто-то защищал. Непонятно, как это происходит вообще пока. Окей. Ну что, я его нанял? Это я уже второго нанял, наверное. Мне бы хотелось на самом деле это... Вторая ступень, видите, заблокирована пока что. У нас только первая ступень. Так, много бойцы. Так, что мы там по лидерству вообще? Лидерство, видите. То есть, можно дофига бойцов взять. Спутники бойцы. Сейчас посмотрим, можно ли их обучать из отряда? Обучить? Да, можно. Все-таки, видимо, стрелки, это уже следующий уровень, получается. Следующий уровень постройки. Других зданий пока уж у нас нет. Даже за эльфов только одно здание мы получили. Некоторые здания общие, типа рынка. А некоторые часто вот фрикционные. Все ясно. Так, что по поводу карты? Что, маленько не понял? Хорошо, по поводу обучения. Давайте посмотрим. Обучаем бойцов вот тут. 15 золота. Слушайте, они очень дешево обучаются, оказывается. До предела, да можно? Надо постоянно удерживать кнопку. Все. И нам, в принципе, хватает резов, чтобы еще парочку нанять. Сколько у нас там лидерство-то хватит, в общем? 20-35, то есть 15 у нас свободно. Да, то еще одного можно нанять. Все хорошо. Быстро мы обучаем. И мы готовы почти что к походу. Все нормально. Так, уже не сохранилось, да? Надо еще сохранить. Сохранить. Так, дальше у нас еще имеется такая штука, как сокровищница. Это целое помещение, в котором мы можем путешествовать. Бегать. В длинных коридорах Элиана вы находите странную комнату, каким-то образом оставшуюся нетронутой все это время. Что это за место? Какой-то арсенал или сокровищница? Если есть сокровищница, должно быть и сокровище. Давай осмотримся. Давай. Голос разносится повсюду от самих стен. Этот сундук не откроется в этом осколке времени, но кто знает, что ждет вас в будущем или в прошлом. Никто не знает. Чтобы открыть этот сундук, вы должны улучшить свои отношения с Эмпирией. Понятно, то есть еще фракционные сундуки. Там с игре, чтобы построить новое здание, тоже надо будет улучшить отношения именно с эльфами. Да. Так, еще разные этажи. Какой-то трон. Но тут ничего интересного, видимо, нет. Все, на выход. Так, ну вроде бы все посмотрели, что могли. Так что. Возвращаемся в локацию к эльфам. Сейчас будем их искать. Из слепящего круга солнца вылетает стрела и вонзается в землю промеж ваших сапог. Из высокой травы появляется несколько древних эльфов. Пустые поля – территория моей стаи. Еще шаг, и вы покойники. Что ж, спасибо за предупредительный выстрел. Я заплачу за проход. Тут, в общем-то, либо деньги, деньги теряешь, либо атакуешь. Все, наверное, драсса. Мне плевать, чья эта территория. Выстрелишь еще раз, и я тебя убью. Все просто. Всего двое. Прекрасно. Видите, пока в тыл некого ставить, потому что у нас нет стрелков, так что. Будем драсса. Так, замечательно. Давайте изучим объекты. Это у нас наносит урон первому бойцу, который войдет. Так, ослабление. Хорошо. Да, минус в том, что не показывается почему-то, докуда они ходят, вот эти вот бойцы. Я пока подожду. Всеми ребятами. Кого-то надо поставить, наверное, под урон, под удар. Как вариант. Может, кто-то клюнет. Да, клюнули. Хорошо. Это такой же, видите, ДД. С двумя клинками. У нас лучник. Да, если можно было его сразу вон и вес запускать. Так, что еще интересно. Накладывает ослабление. Дает устойчивость первому бойцу, который встанет на этот гекс. Окей. Ну, что ж. Занимаем позицию. Вот эта камера, конечно, перемещающаяся постоянно. Прыгающая. Маленечко напрягает. Так, ну ладно. Давайте вот тогда этого убьем. Первым. Так, что у нас там скиллы-то делают? Два точных режущих удара. Физерон удавает кровотечение. У нас двойной удар. Просто Физерон. Смотри, у нас противник, видимо, горит, что ли. Получается. То есть я могу вызвать беса. Так, ну-ка, Б. А, у нас только кастает, да, что... Только девушка кастает. Ладно, подождем. Так. Ладно, давайте мы его убьем тогда. Беса мы призовем как-нибудь в другой раз. Когда боец скерпит поражение, он попадает на кладбище. Да, как раз про кладбище нам рассказывают, что можно оттуда бойцов возвращать. Но пока что там только враги. Видимо, с врагами тоже можно что-то творить. Будет. Если мы будем прокачивать некромантию, если она тут есть, в общем. Давай обходим. Разве ябинка на КД. Да, кровотек пошел. Все нормально. Золотишко мы взяли. Все в порядке? Я наступил на стрелу, и это зверски больно. Но в остальном порядок. А ты как? Что-то на стрелу-то наступила, она что остреем вверх? Лежала. Короче, нужно найти к ним подход. Эльфам явно не нравятся чужаки. Нужно убедить их, что мы не желаем им зла. А пока смотрим в оба. Хорошо. Получаем мы дерево. Фонтан. Так, ладно, идем дальше. Смотрим на активные объекты. Можно на карте кастовать. Ладно, смотрим. Ядовитые лианы. Что-то не подходит к ним. В поле красивых цветов у подножия горы источает необычный медовый аромат. Мир медленно, едва заметно расплывается у вас перед глазами, руки и ноги наливаются непреодолимой усталостью. Каждый новый шаг дается все труднее. Ориан смотрит на вас, и его сонные глаза закатываются. Ави, я... Это все цветы. Ну, очевидно. Цветы, не вздыхайте. Они как-то нас усып... Ваши слова даются эхом в вашей голове, подобно колыбельной. И густой перезвон оглушает. Мир темнеет, ваше тело становится невесомым. Спокойной ночи, говорите вы себе и миру. И мы засыпаем. Так, прекрасно, просыпаемся мы в плену уже эльфов. Видимо, в клетке. Да, далеко не пойдешь. Далеко не побегаешь тут. Ваши затуманенные глаза пытаются приспособиться к темноте, но это не так уж необходимо. Вы прекрасно знаете, как устроена тюремная камера. Все дело в светах пустых полей. Это колон. Причина твоей сонливости, но ты, наверное, уже догадалась. Ваши глаза привыкают к полумраку, и вы начинаете различать встроенную фигуру, эльфа-убийца. Пустые поля не действуют на эльфов, но это ты, думаю, тоже поняла. Я Авиана Ильянская. А, извини. У меня давненько не было сокамерников. Я Кован, бывший главный убийца эльфийского альянса, а теперь главный заключенный. Где я? Камень теплый, но воздух холоден. Полагаю, мы далеко от пустых полей. Нет, но зимние ветра с гор проникают сюда, как нож. Это древний гномий Аванпост, который горные великаны и ети вырубили в шестую эпоху. Мой народ приспособил его под тюрьму. Снаружи лежит путь на вершину горы Гехальтерат. Хотя это не важно. Где мои друзья? Со мной был Орион и несколько других спутников. Маленький, воняет элем, храпит как драколич? Точно, Ори. Привели вас вместе, но держат порознь. Вы друзья в безопасности, по крайней мере пока. Как долго я спала. Мне кажется, я пробыла в отключке год. Кажется, я уже с алой эпохи не видел света, лун и солнца. Ну да. Можно с уверенностью сказать, что ты здесь довольно долго. Зачем ты здесь? Нас взяли за вторжение, а тебя? Государственная измена. Звучит серьезно. И так оно и есть. Ну, мой путь начался с того, что я едва не убила церковную главу, и теперь я поистокница известной всей империи. Мы должны выбросать отсюда. Должен быть выход. К чему тебе уходить? Я хочу заключить союз с эльфами. Я из города Иллиан. Мы хотим заключить союз с эльфийскими кланами. Что ж, начало как-то не очень. И все же у тебя упрямый вид, а у меня хорошее настроение. Позволь помочь. Разговор подсюдивает его память. Когда-то он собирался бежать, но уже давно оставил все попытки. Ключ Муракам. Ни одна гномья дверь перед ним не устоит. Даже тюремная. Когда-то я собирался его использовать, но возникла маленькая проблема. Орда стражников. Он показывает самодельный ключ, скрупулезно вырезанный из камня, испускающего потустороннее зеленоватое свечение. Ты мне его отдашь? Ну, ты или умрешь, а значит, от Мурака толку не было, или выживешь. И тогда он выполнит свое предназначение. Куда мне идти, когда я выберусь? Когда я выберусь отсюда, от пустых полей нужно будет держаться подальше. Тогда отправляйся на север, хотя каменный пик не менее коварен. Правительница Белых Земель прибывает там. Расскажи мне об эльфах. Ты много знаешь об эльфах. Ответишь на пару вопросов? Времени у меня, как ты понимаешь, полно. Расскажи об истории своего народа. А ты можешь рассказать об истории эльфийских кланов? Мы старейший народ Невендаара. А сколько отпущено тебе? Но серьезно, наш народ был создан богом Голианом в эпоху Нерингар, эпоху Истока. Мы проявили на протяжении тысяч поколений. Династии рождались и умирали, но эльфы были всегда до раскола. После смерти Голиана мой народ разделился надвое. Благородные эльфы поселились вместе с людьми. Убогие остальные, как и я, остались истинными эльфами и нас прозвали дикими. Я с гордостью ношу это клеймо. Так, ну давайте мы не будем все спрашивать, это слишком будет долго. У меня другие вопросы. Я ухожу. Спасибо за ключ. Спасибо за ключ, Кован, мне пора. Если ты на самом деле хочешь стать другом моего народа, сначала подружись с их правительницей. Владычицей Армириэль, которую держат в камерах. Он дает вам небольшое эльфийское украшение. Узор вам не знаком, но на его собственном запястье поблескивает точная копия безделушки. Передай, что Кован шлет ей поклон. Мудрости тебя, Авиана. Потом окажется, что она его сестра, или что-то типа того, наверное. Будет сделано. Теперь, прошу прощения, мне нужно преподать урок кучки стражников. Хорошо. Так, здесь у нас все по классике, то есть у нас имеются основные задания, имеются дополнительные, и имеются задания спутников. Хорошо. Чтоб получше спутников узнать. Орион расслабленно выдыхает и улыбается, когда вы отпираете дверь его камеры. Вы истинно, у Слада утомленный глаз. Взаименно. Ты как? О, обо мне не беспокойся, Баланда была пальчики ближе. А еще я стащил кое-что у одного из стражников. Он демонстрирует фляжку, содержимое которой пахнет подозрительно похоже на вино. Удивительно. Обычно эльфы предпочитают что-нибудь покрепче. Эльфийское вино? Почки. Я послушал, как они говорили, что это изделие защищает от влияния пустых полей. Достаточно маленького глоточка. Вы делаете глоток, не забыв оставить другим. Молодец. Ну что, давай выбираться. У меня есть план. Мы отправимся в Каменный пик и встретимся там с альфийкой по имени Армириэль. Очевидно, она предводитель местных эльфов. Я уже говорил и снова скажу. Веди. Хорошо. Так, меня интересует, что по поводу снаряжения. Надо его снова в руки брать. У нас пока ничего нет. Это у нас какие-то обломки эмоций, я пока не знаю, что это такое. Так, у тебя-то что, снаряжение не видно? А, у тебя оно все надето. Хорошо. Хорошо, идем тогда дальше. Тут-то можно открыть? Нет, только поговорить. Он, короче, не хочет. Добровольно остался тут. Понятно, понятно. Что у нас по поводу карты? Фонтан-осцеление. То есть я отсюда пришел. Сундук. Путь перекрыт. Странная, короче, карта. Видимо, я под землей, что ли? Да, я под землей, потому что у нас герой-то ходит. Так, что по поводу штанов. Сила, ловкость. Давай. Так, тут больше ничего нет, по-моему, да? Тогда идем дальше. Че, парочка клеток? Пустых причем. Тут лежит руку. Нет, а с замком какой-то труп. Ну, это у нас стражники, да? Можно от них убежать. Только их там всего двое. Причем второго уровня, да? Но мы их быстро завалим. Я думаю, что... Так, а почему-то впереди-то стоишь, как я... А, редактировать. Редактировать и все сохранить. Так, еще один бой. Это его сразу в инвиз. Так, тут у нас реген. Так, мы, как обычно, наверное, подманим. И подождут пока. Вот его сюда поставим. И... Все, ждем. А, ну да, в принципе, чудо, я в самом деле. Они, в общем-то, оказались не такие тупые, да? Но вот этот оказался не очень. В принципе, нормально. Так, я просто почему-то подумал, что там лучник, второй там. Но оказалось, что нет. Казалось, что нет. Так, вот это у нас в Чувиха не доходит. Чего у нас там по заклинаниям? Оставляющий разряд. Это нам начали кастовать. Так, воодушевляет цель. Водная дымка. Пробуем лечить. А, лечить только можно в радиусе. Ясно. Так, будет получше. Давай сюда. По-моему, если проходишь сквозь, то не работает. Нет, работает. Все-таки работает. Хорошо, ладно. Дальнего боя у нас нет, видимо. Дальше пропускаем ход. Давай, фигач. Так, тебе надо освобождать место-то. Надо было бы оставить слот. Ладно. Разберемся. Кровотечение, видимо, не стакается. Так, давай тогда добьем вот этого чувака. А то опять останется, он не умрет. Мало и что. Ну, этого мы окружаем. Да, прекрасно. Пробуем что-нибудь шмальнуть. Можно просто усилить. Вот, мы как раз там усиливали урон. Что-то получается там. Странно, странно. Так, ладно, давай подходи поближе. Только еще разок. Ослабляет цель. Вот так вот, да? В ближнем бою только кастует. Любопытно. Ну, все, в общем-то, добиваем. Прекрасно. Коженый доспех с золотом. Так, телосложение сила. По-моему, там что-то подобное у нас уже надето. Ну-ка. Кольчуга. Телосложение. У нас 2-2. 2-4. Интересно. Коженый доспех лучше, чем кольчуга. Пусть будет. Ну что ж, на этом я, в принципе, эпизод закончу. Я думаю, что понятно, что за геймплей. Пишите ваши впечатления в комментариях. Пишите, а стоит ли продолжать. Подписывайтесь на канал. С вами был Антик. Всем удачки. Всем пока.